сегодня 17 числа октября 2 часа дня цель наша добраться до бацана как можно быстрее впрочем я думаю в панику впадать не надо солнце не скроется ибо облачность если есть то легкая перестань там несколько на горизонте пучевых облаков нам нужно солнце потому что мы собираемся заснять крокусы в отельническом саду почему-то у меня такая мысль что они могли распуститься надо обязательно посмотреть на чудо природы снимал то я их недавно в день пасмурный но мне хочется посмотреть на них день солнечный отреагируют ли они на солнце осенние крокусы зацвели в октябре я не знал что они так поздно цветут до этого этот сорт вид сейчас мы через очень короткое время будем в этом не ческом саду я очень красиво люблю здесь устанавливать горизонт на камере своей потому берегу по кромке того берега черт какое красивое небо дома сюда снимает я думаю что там а так несколько же можно себе видео против 1 может думать что человек нафантазировал переживает какие-то эмоции согласно и с ее мыслями в оборудовании фоказа включена камера а а а а а как здорово а а а а а а а по флагам видно какой сильный ветер сегодня уже дома при баране а а а а а а а а чувствуется что она долго чистила перышки перед этой прогулкой а а а а а а все мы домчались до ботанического сада а крыкачка еще прекрасно сохранилась тоже не обрывается а сильно не обрывается с черешков а а вот касательно солнца да я немножко перестарался сделать слишком оптимистические прогнозы но прячется но выглядит я уверен так на секунду заглянем в рощу магнолий не сбила ли какую шишку ветром красивую за последние дни или может сама отвалилась в силу естественных причин это магнолия обувата так ну ладно нет шишки не бог с ним на дереве они еще есть я вижу ура солнышко появляется боже как здесь хорошо и лист почти не не затоптан мало кто здесь ходит совсем свежий а какой вперед как отсюда с этой аллеей видно хорошо столичное шоссе оно поднимается в сторону Китаева слева здание жилого комплекса светлый парк справа лысая гора я не ожидал что остались шоссе идет на подъем в том месте а вот теперь с горы то все вижу можно сказать вот здесь начинается ландшафтно-ботанический участок Крым вон там есть табличка чуть выше если идти по аллее американских каштанов и это тоже за клумбой Крым да так есть Крым и вот они крокусы боже они открылись вот они красавцы будем ждать солнышко будем ждать солнышко этот первый нас приветствует и мы тебя приветствуем чудо природы а и здесь и остальные его друзья как они развились за это время подросли где они был два дня наверное фум боже какой он роскошный королевский круг да, все-таки Гомер был прав я на английской страничке ютипедии прочитал что Гомер назвал крокусы цветками восходящего солнца или восхода восходящего солнца, наверное, лучше сказать это осенние крокусы здесь их немного затоптали увы выглядит немножко как побоище да, роскошный цветок сюда солнце практически уже не попадает может быть, пару лучиков оно все-таки пошлет но цветки, слава богу, раскрыты впрочем, солнце движется пусть сейчас выстрелки, значит, она обойдет этот дуб и вот здесь появится в этом просвете между деревьями нужно ждать долго для этого нужно запастись терпением ладно, мы пока мы пока возьмем фотоаппарат зумом и снимем эти чудеса природы несколько из них на этот фотоаппарат с большим увеличением вот это чудо пробилось через сухую скошенную траву боже, какие цвета особенно поражают оранжевые тычинки крокус он же шафран использовался тысячелетиями для приготовления желто-оранжевой краски шафран и сейчас я почитал эта краска изготавливается в очень маленьких количествах несколько сот тонн в год она очень дорогая, разумеется снимем крупный цветок который рядом да есть желтые есть оранжевые части у растения отлично видно вот отличный экземпляр здесь присутствует больше фиолетового цвета в лепестках оказалось что я не очень-то знаю как работать с камерой увы тут куча, конечно, настроек но как всегда приходится действовать интуитивно на ходу изучать интерфейс чудесно особенно поражают те желто-оранжевые реснички как же здесь хорошо что вот премьем того и у пар вот invitation с что неп Guard Hook юда сейчас еще посмотрим снимутся ли ведется ли резкость на эти цирки навелась вроде все это будет почитать маню руководство по эксплуатации этой камеры да место конечно удивительно красивая работники парка разумеется высеивали эти крокусы а вот сюда кинули несколько горстей семян погуще так понемногу раскидали всюду по поляне не знаю какого качества получилось видео на камере с зумом ну что-нибудь наверно получилось будем надеяться здесь сейчас погуляю хорошее местечко даже как-то не насмотреться настолько хорошо бывает ходишь далеко в лес найдешь где-нибудь красивое грибное место настолько изумительное что бывает даже не верится что в нем там например грибов нет ну вот должны же быть грибов нет а покидать не хочется так ходишь по нему кругами вот тут еще крокуса много но они есть заклонился чуть пригорелился взорвем рассмотрим на солнышке мне сложно сделать так что цветок попал объектив кстати аромат у них чудесный пойдем за велосипедом кстати в википедии пишут что шафран краску драгоценную желто-оранжевую краску добывают из рыльца пестика цветка не из тычинок а из рыльца пестика можно себе представить как много надо цветков для даже ничтожного количества краски нескольких граммов красивое дерево я хочу вот так пройтись этой дорогой не разу здесь не ходил чересчатый дуб перед нами нет не чересчатый дуб увы или не увы это что-то другое айланд имеет ровный вертикальный ствол на ясень похоже немножко ну что-то такое здесь елки сосны точнее небольшую полянку они высадили вроде прижились мы сейчас мы сейчас идем по высокому краю яро а там внизу будет улица садово-ботаническая она будет спускаться на железнодорожную в ряде вряд ли какие-то особенно интересные садовые участки там будут мне так кажется что там просто брелом какой-то может быть и нет может у них есть сокровенные тайны у этих ботаников нужны же быть у них тайны интересно здесь есть какая-то тропинка даже один лестничный марш немного поплывший не сходить ли нам вниз по тропинке куда мы выйдем интересно здесь был когда-то в старые добрые времена пешеходный маршрут которого теперь нет а ну это же делянка Крым это часто Крым должны быть горы все правильно так они и планировали здесь тропу все и поняли это глядичья но без колючек я так думаю что глядичья похоже на акации огромная высоко там глядичья значит в Крыму есть глядичья 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 отличается своим нравом строптивым строптивым нравом колючим колючим нравом камень декоративный наверняка тут ну вот мы почти на дне оврага а на дне оврага мы не совсем это терраса как оказывается там еще один есть овраг вообще какой-то нехоженный и тут есть небольшой ручеок под собачками ноги вон Никольская ботаническая забор там не проникнуть никак забор хороший суки в этом месте посмотрим на ручей да развернемся да его искусственно прокопали правильно было бы сказать углубили он здесь был конечно поскольку есть родники да спускается в тот угол ботанического сада все ясно безымянный ручеек мы тебя теперь знаем мы идем по террасе на юг могли бы пойти на север в противоположную сторону но я решил разведать эту дорогу тем более она сейчас освещена и довольно весело идти по ней там где наш ручеек странно такая хорошая тропа и в таком запустении нехорошо Крым так забрасывать как дальше ага я вижу вот маленький карнизик ой боже упс есть только тут бурелома ну очень романтический маршрут надо сказать беседах по пути нет тоже отметим эту деталь уже пошел подъем да, в лучах захотящего солнца здесь по-настоящему красиво тоже очень как все горит осенними огнями боже какая иллюминация как будто все это светится само по себе узорчатый платок крон узорчатый узорочий крон а это вот на крутом склоне высеяны высажены огромные глядичьи ну есть и клёны только одно меня смущает что на этих великанах нет колючек привычных надо было узнать все-таки что это такое определитель мой подсказывает что это глядичья да но я немного сомневаюсь какие огромные тополя да да вот так приключения прям приключения капитана гранта да в неведомую страну попал да вот здесь немалые достаточно старые уже это да так выбираемся как и ради к южной стороне сада тропинка есть ты что тут как шломбаум стоишь чертяка вот она тропинка по которой мы двигались по какой-то причине ею перестали опекаться уже видно 55 ее трубы сегодня уже я видел огромную стаю птиц которая летела вдоль днепра мне что-то показалось что это аиста куравли кто-то у нас мигрирует я не разглядел если сейчас поехать на остров муромец то там можно увидеть красивые сцены конечно сезонных перелетов уху а если еще взять фотоаппарат зумом и заснять это все земли боже как это будет красиво здесь не можно ехать принципе переключусь опять я куда-то попал что-то знает куда меня несет упадь яс упс это же военная а вот тут пчелка это у нас рябина домашняя домашняя вот и оплоды но я сегодня не хочу их кушать или все-таки взять штучку божьей ветви кажется стали ниже настолько утяжелели от плодов да он невзрачный горечь смешанная со сладостью очень свеж чудесный плод ну больше двух трех не съешь конечно но в охотку мы совершили круг вернулись опять к поляне крокусов вчера я послушал потужный план перемоги паназеленского вдруг подумал слова потужные слова перемога не должны переводиться на иностранные языки нет нельзя в них такой такой оттенок который отсутствует в других языках потужные перемога должны быть просто заимствованы другими языками должны пополнить международный лексикон ау филологи мира куда вы смотрите надо премию какую-то дать им этим словам назвать их словами года 2024 2024 года да мы собирали американские каштаны и они у меня дома тоже есть буду жарить сегодня уж точно да продолжу я про потужную перемогу не буду переводить пусть так и будет потужная перемога кто хочет проникнуть в тайны языка пусть изучает все эти смыслы и оттенки послушал и подумал скорее всего это лебединая песня нашего президента все как-то даже грустно стало вот подумал и справился нет это не лебединая песня ни в коем случае будет все это будет развиваться крещендо и будет еще одна фаса по крайней мере одна которую я могу промыслить вот и исхожу из такой логики что великому актеру нужна великая сцена как говорил не ровно себе великому актеру нужна великая сцена сцена школьного театра уже в прошлом у нашего актера сцена институтского любительского театра тоже в прошлом сцена профессионального театра на уровне города на уровне республики даже на уровне федерации тоже уже в прошлом вот и вот наконец покорена международная сцена все но актер больше чем сцена актер больше чем сцена ему нужна еще одна сцена еще один этап я чувствую я по накалу речи вдруг понял что готовится еще один этап это уже сцена космическая космическая следующее обращение будет к братьям по разуму наверняка ко всем разумным обитателям космоса братья по разуму разумные обитатели космоса мы обращаемся мы обращаемся к вам из Киева наши передатчики отправляют в эфир нешифрованный сигнал СОС 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 именно три раза демократия и свобода на земле в опасности братья если вы любите демократию и любите свободу вы должны оказать нам помощь нам не важно из каких веществ состоят ваши тела жидкие они газообразные или твердые имеют ли они какую-то форму или вообще у них никакой формы не существует это для нас не важно есть у вас щупальцы или нет у вас щупалец безразлично главное чтобы вы любили демократию и свободу если вы их любите высылайте нам помощь высылайте нам оружие высылайте нам снаряды высылайте нам медикаменты теплые одеяла высылайте нам деньги высылайте нам трансформаторы высылайте нам деньги высылайте нам таблетки аспирина и конечно же высылайте деньги и не забудьте выслать деньги так что братья мы рассчитываем на вас но предупреждаю если вам вы не вышлите нам деньги то не пеняйте на себя не пеняйте мы у нас такой есть специальный сайт мы выставим ваши покрытые слизью пупырчатые зеленые рожи на обозрение вместе с такими же рожами других нехороших существ и все будут видеть какие вы отвратительные так что давайте братья все таки высылайте высылайте нам помощь и не забывайте высылать деньги конечно вот а то мы вас извините так изобразим что лучше с нами не связывать если вообще мы старшему брату пора старшему брату пожалуемся скажем так и так старший брат ведет на вас санкции против вас санкции ведет и в вашу какую-то дальнюю галактику не будут отправлять какой-то там фосфат вы этого хотите вы на это вы на это будете нарываться смотрите так что не забывайте высылать нам все и в первую очередь деньги вот это уже будет настоящая лебединой песней на космической арене и великий актер он как бы уйдет в вечность он растворится в эфире в звездах во всех существах поселиться всюду рассеется как пыль которая соединится с материей вот это будет да это будет да 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 я забыл у этого обращения еще будут наверное заключительные строки сообщения мы верим друзья мы ждем вашей помощи и так далее когда будете переводить деньги свяжитесь с нашей бухгалтерией телефон мы в сообщении прилагаем мы с вами все вопросы быстренько там порешаем вот это будут заключительные строки сообщения мы с вами быстренько все вопросы порешаем нет проблем а вы будете саботировать пожалуемся нашему папе или старшему брату он нам одновременно и старший брат и папа ведет санкции не не будут туда в вашу галактику маргарин посылать нутелла не пошлют тогда запляшите нутелла к вам не придет черти полосатые вот здесь еще был один ход видим лестничный марш я думаю после этого конечно из космоса посыпется все боже да и конечно они ж не будут знать где это все отгружать когда это все посыпется вот тут надо в сообщении сразу указать место отгрузки сказать помощь посылайте на пустырь под Буэркой сваливайте там все в кучу мы сами все разберем не волнуйтесь это не вашего уже не вашей компетенции дела мы тут все сами порешаем сваливайте под Буэркой под Буэркой там будет на пустыре грузовой космодром вот это да и как все это хлынет боже надо будет Буэрку я буду ездить каждый день ей богу по два раза ко мне недалеко у меня сил хватит две ходки делать рюкзак надо только побольше купить черт маловат села есть рюкзак то не очень надо больше и на багажник тоже надо сумки перекидные хорошие крепкие как начнет помощь эти черт столько можно будет навозить всякого добра боже я так замечтался погрузился в раздумья думаю где же я это буду все хранить что из Буэрки то привезу с грузового космодрома черт даже уже и дошагал пока размышлял где это все буду прятать уже и до ступы буддийские дошагал надо пить чай там появится мысль где все это прятать и как это везти домой боже как здесь чудесно по то то Субтитры сделал DimaTorzok Не думал, что день так разгуляется. Здесь, кстати, есть древовидная лещина. И орешки вкусные у нее. А вот ее огромные плоды, но, конечно, они уже выпотрошены. Ну, не все. Вот и орешки. Хадас. Сейчас мы их как-нибудь расколем и попробуем. Нам надо небольшой камушек. А вот и само дерево, с которого эти плоды осыпаются. Да, они мало. Вот здесь недалеко от этих платанов будут ледичьи. Сейчас мы их найдем. Одна вот здесь слева от огромной старой королевской липы. ледичьи. Ледичьи. Вот. Ледичьи. Вот. Ледичьи. Да, это она. Вот она. Вот она. Говорят, что некоторые из этих острейших колючек могут иногда выпускать листочки. Добрить. Добрить. Эти колючки могут иногда добрить и выпускать листочки. Вот так выглядит лист глядичьи. А вот так выглядят ее плоды. Пишут, что колючки появились у глядичьи очень давно для того, чтобы защищать ее от древней мегафауны, как пишут. Мегафауны. В том числе от мастодонтов. Огромных, похожих на слонов животных. Да, с такими колючками не очень хочется связываться. Если ты случайно загонишь ее себе в язык или в небо, лаками с листочками этого дерева, то это просто беда. У меня резонный вопрос. Говорят, что эта мегафауна вымерла около миллиона лет назад, а колючки остались. Почему же они не отпали? И вообще, как идет эволюция в обратную сторону? Есть ли реэволюция? Например, причины для существования какого-то органа или защитного механизма отпали? Ну и механизм-то этот должен исчезнуть. Получается, он становится избыточным. А нет же, природа тянет этой колючки. Зачем? Где-то здесь еще были галядичьи поляна. Я никак не могу вспомнить где. Да, вот эта чудесная полянка, уже видно по плодам. Здесь их несметное количество. Они недалеко от той матерой галядичьей, которую мы рассматривали немножко ближе к гнипу. Вот сколько здесь плодов. Какие они здоровые все. Крупные. Убирай сколько хочешь. Ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу эволюции правильно будет если есть эволюция есть и дэволюция я ведь логично мыслях если есть туда если сюда если исправить и лево здесь тоже колючки вон видны но их не так и так много да уже какое чудесное заявище особенно вишневый цвет приятен сейчас полюбуемся на луну она у нас сегодня как бильярд дыша нет уже с ущербненькой но почти незаметно